Итак, прошло полтора месяца от нового сезона и дополнения. Я уже поделился своими впечатлениями о нём в прошлом видео, вот оно, посмотри обязательно. Теперь же настало время поговорить о том, зачем мы охотились всё это время, о луте. А если точнее, о лучшем луте. В ближайшие несколько роликов я расскажу вам о подборках оружия с разных активностей, которые точно стоят вашего внимания и стоят того, чтобы идти и выбивать их прямо сейчас. В сегодняшнем видео поговорим про оружие из рейда Сад Спасения. И да, меня зовут Джонни Лейни, я как всегда рад видеть тебя на канале Трипл Вайп Сад Спасения. Очередной рейд, на который не все могут собрать народ, как всегда, или не у всех получается его закрыть, это обычная ситуация, но всё же, отправляясь туда, нужно ответить себе на вопрос, зачем. Да, там есть Дивинити новый экзот, который точно стоит получить, о нём я тоже ролик давно делал, но обычные легендарные пушки, стоят ли они того? Да, некоторые точно стоят, иначе я бы не делал этот ролик, правда? Например, одна из винтовок, что я получил в саду, стала моей любимой в этом сезоне, но прежде чем я расскажу о ней и о других желанных пушках из рейда, небольшая рекламная пауза. Нет времени всё выформить? Хочешь получить все новые пушки как можно скорее, но нигде не успеваешь? А может на рейд сходить никак не получается, но квест это завершить там надо? Тогда тебе на помощь работает сервис Двинг.нет Это сайт, на котором вам помогут пройти любое задание, выполнить квест, на который у самого не хватает сил, времени или нервов, и сделают это быстро и качественно на любой платформе. Новый желанный экзот, закрытие рейдов, да даже прокачка персонажей, всё это доступно на сервисе Двинг.нет. По промокоду TripleVibe ты сэкономишь не только нервы и время, а ещё и деньги. Скидка-то 15%. Ссылка будет в описании. Ну а первой пушкой, о которой я бы хотел рассказать, стал револьвер Древняя Проповедь. 140-й архетип, пожалуй, самый популярный архетип в игре на данный момент. Револьвер этот во второй слот обладает огненной, солнечной энергией, и самое интересное, если у вас получится выбить его с перком Стрекоза, который будет взрывать противников после убийства в голову, то такой ролл мы прозвали его Солярным Фейтбрингером, в честь рейдового револьвера из первой части. На самом деле, до Фейтбрингера револьвер немного не дотягивает, во многом связано это с нерфом револьверов и их эффективного расстояния в этом сезоне. Но во многих относительно казуальных ПВЕ-активностях проповедь может иметь право на существование. Мне довольно по фану было пробегать с ним в ветви в ивенте Фестиваль Усопших, или Налеты, или какие-то несложные другие активности, если у вас нет необходимости всегда играть с Пауком-Отшельником во второй слот, ну или нет этого самого Паука, тогда револьвер может вас занять на какое-то время. Я видел нескольких игроков с ним в ПВП, но сам не пробовал. Честно сказать, вряд ли я бы и советовал пробовать вам. Все же в Гарниле есть строгая мета, так что любой эксперимент с оружием, в котором вы не уверены, может стоить вам и вашим союзникам победы в матче. Ну а возвращаясь к ПВЕ, какие перки загадывать на древнюю проповедь? Как уже сказал, стрекоза, быстрый удар, и будет классно, если ствол и тип патронов будет давать бонус к расстоянию. У меня, например, это высокоточные боеприпасы и чеканные нарезы, но тут хорошо подойдет удлиненный ствол, например. Следующим кандидатом в твой арсенал станет еще одна энерджи-пушка. Кхм, автомат. Да-да, не удивляйтесь, автомат, который так часто будет падать тебе за прохождение второго этапа. Безрассудный оракул. Он с пустотным уроном, так что на текущий сезон, в котором постоянно приходится сражаться с вексами, уже подходит. Но на самом деле понравился он мне, разумеется, не в ПВЕ. Хотя, разумеется, тут не к месту. Автоматы в Destiny 2 давно уже не в мете особо, и их использование в любых активностях всегда вызывает только косые недоумевающие взгляды. Но в этом сезоне все же на миллиметр, но что-то поменялось. И несколько автоматов можно использовать в плейлистах быстрых режимов гарнила. Я даже думал сделать отдельное видео об этом, опять же, но что-то не успеваю. Короче, к сути. Автомат валится реально очень часто из сундука за второй этап. Так что почти наверняка за пару прохождений рейда ты получишь хотя бы один. В ПВЕ от него толку мало. Разве что какой-нибудь контракт на убийство из автомата с ним выполнишь. А вот в гарниле... В гарниле с ним можно скоротать пару вечеров. Но, разумеется, не в выживании, то есть не в компетах. Видишь эту дуру под дулом? Да-да, это магазин. Он вмещает аж до 50 патронов. Как ты уже успел заметить, скорострельность 720 выстрелов в минуту. То есть примерно как у Белой Вороны из отвергнутых. Ролл, с которым бегаю я, это киллерский магазин. Под давлением крупнокалиберные патроны и удлиненный ствол. Плюс, мне повезло с Абсолютом на дальность. Лучший ролл мне пока не выпал. Хотя, честно говоря, лучше было бы и найти сложно. Автомат, конечно, как я уже сказал, не претендует на мету в ПВП. И вряд ли останется в твоем ладауте надолго. Однако, в играх типа контроля, мне играть с ним очень понравилось. Главное тут точно выверять эффективное расстояние. И не пытаться перестрелять противника через пол карты. Ну и еще небольшая поправка. Лучше этот автомат работает на ПК. Там контрить его немного кривую отдачу проще. Плюс к этому не забудьте поставить мод на противовес. Так будет совсем вертикально стрелять. На консоли он мне не так сильно понравился. Зато вот следующая пушка хороша на любой платформе. Это как раз моя любимица из рейдового арсенала. Импульсная винтовка. Священный источник. В кинетический слот. Это просто находка. Ну, по крайней мере, мне она очень зашла. Да и среди моих знакомых винтовка тоже сразу оказалась на хорошем счету. Главная особенность ее рама. Агрессивный залп. Благодаря которой ее очередь состоит не из трех выстрелов, как у большинства импульсных винтовок. А из четырех. Да, она 450 архетипа. Не самого популярного сейчас. Она не самая быстрая. Но зато у вас будет возможность тут тапать игроков. Если вы нормально кладете очереди в голову. Падает на рейде она также довольно часто. С третьего этапа. И почти всегда с хорошим набором перков. Это, кстати, касается всех рейдовых пушек. Поскольку на рейде сад спасения комбинаций перков заложено меньше. По четыре в каждой колонке, если я не ошибаюсь. А значит шанс выпадения гадролов выше. Я, например, использую ролл с дальномером и головорезом. Что весьма неоднозначно. Но есть абсолютно дальность удлиненный ствол и рикошетные патроны. Я бы поменял один из перков на быстрый удар. Но дальность-то 95 единиц почти максимальная. Я обожаю эту пушку. Обожаю эту винтовку. Она одинаково хороша на ПК и на консоли. Ее удобно контрить, если, кстати, вставить также мод на уменьшение раскачки для вертикальной отдачи. Кроме того, бонус на ускоренную перезарядку. Если у вас выпадет перк быстрый удар, каждая пулька будет накапливать баф и вы будете перезаряжаться как молния. По ощущениям в гарниле мне эта пульса напомнила старые винтовки, типа мессенджеры из первой части. Не знаю, что-то в ней есть, что напомнила ту старушку. Да уж, она и правда хороша. Что еще из пушек в рейде хорошего? Ну, вот прям из хорошего осталась только снайперская винтовка Всевидящая Ока, пожалуй. Она быстрая, реально быстрая, с удобным прицелом, но она падает с босса на рейде, так что тебе придется прям идти до конца за ней. Но если ты любишь снайперки, поверь, оно того стоит. Остальные пушки нормальные. Плазменная винтовка может пригодиться в ПВЕ, если очень хочется. Дробовик вряд ли может кого-то заинтересовать, когда все еще актуален тот же Икел. Так что я бы сказал, что это все. Револьвер, импульсная винтовка, автомат и снайперка. Это то оружие, за которым в принципе ты и можешь ходить в рейд и стараться залутать нужный набор перков. Вообще довольно неплохой набор. У нас давно не было такого, чтобы с рейда падали нормальные, да даже хорошие пушки. Как это не парадоксально? Вроде самая сложная активность, а награды все так себе. На короне скорби было совсем с этим все... скорбно. Так что желаю тебе хорошего лута в Саду Спасения. Спасибо за просмотр, Страж. Не забудь подписаться на канал. И до встречи в следующем ролике. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok